Мы снова в гараже Ретробас. Это частное предприятие группы энтузиастов. Тут восстанавливают эпохальные ретроавтобусы по собственным авторским проектам. С момента съемок последней серии растаял снег и ребята перебрались на новую площадку. Тут еще больше боксов, а значит больше места для ретроавтобусов. На днях в команде появилось пополнение. Теперь в гараже у ребят легендарный ЛАЗ-695М, прозванный «Буд» на Руси. На волне успеха команда «Ретробас» принимает решение об участии в автомобильной выставке «Мега-Онкакс» в Сутищин-Ворлд-Вайд-Весер-Эм-СПА. Все это «Ретробас» — советские автобусы. Бессменный руководитель «Ретробаса» — Фёдор. Он заправляет дух и руководит работами. Кто-то восстанавливает старую технику, кто-то тюнит новую, кто-то разгоняет движки до 900 лошадиных сил. Самопожертвования и фанатизм, присущие Фёдору, оказались непонушаемы «Миши» и «Грише». Мы помним их из первой серии. По-моему, Фёдор неправильно подходит к рабочему процессу. Работают в своем темпе, да, у них есть своя волна, на которой они работают. Да, потому что францам, потому что... ...занавшие слова и ничего не знают о том, что такое настоящая жесть. Миша и Гриша, отремонтировав рафик, внезапно бросив Фёдора, укатили в рыв. На прощание заявив... Я в шоке. Как они потом так со мной поступили? Нет, ну... Ну это чисто подстава. Только вот Гриша приграл этот автобус 3 дня назад, пел мне песни. Сейчас мы его отремонтируем, сейчас мы поедем туда-сюда. И тут они раз и сваливают в какой-то крыл. И ещё этого кулацкого подпевала Мишу взял с собой. Я не знаю прямо, что делать. Я в шоке. Тем не менее, некогда наматывать сопли на ус. До выставки Mega Old Cars Exhibition World Wide Research and Spa остаётся чуть больше недели. А работ не в проворот. Нет, ну Маруся вообще, говоря, она мужик, да? Потому что это автобус, который всю жизнь возил работяг на стройплощадке, на космодроме. И, конечно, страшно представить, что там было внутри просто какой-то свинавник. Мужики там сидели, козла задевали, в домино дулись. Ну, в общем, жесть. Мы здесь всё сняли, снаружи его уже сделали, осталось внутри доделать. Маруся хоть и хороша собой, но без сидений. Фёдор принимает волевое решение нанять штрейх-брейкеров Тимофея и Алексея. Уж вместе-то втроём мы сила, думает Фёдор. Но не тут-то было. Ну, Миша и Гриша, что про них сказать? Они, конечно, обездали, лодыли или ничего, да? Но я, в общем-то, к ним уже прикипел, мы столько пережили вместе. Одна перевозка ляза что только стоила. Ну, к тому же я мог запросто задавить их своим авторитетом. Но эти... Ну, Алексей, он вообще говоря молодец, золотые руки человек, но он троллейбусник. А как может троллейбусник делать автобусы? Ну, вы сами поймите. А Тимофей, это я вообще молчу. Во-первых, он 40 лет работал водилой, да? Ну, понятно, там, 22 маршрут, все дела. Но он по выходным не чурается маршрутку до Суздольского проспекта нелегальную поводить. Ну, это вообще никакие ворота не лезет. Ну и, если честно, я его немного побаиваюсь, потому что мой авторитет на него не особо-то и действует. Какое шесть утра-то, а? У нас свадьба, я предупреждаю. У тебя свадьба, понимаешь? Свадьба у тебя. Нет, свадьба не у меня, свадьба у... Ну, слава богу, я у тебя. Таких, как ты, свадьб не бывает. Сам ездить на свою свадьбу, а? Сам решает все вопросы, ***. Ну, я спать. Не надо, ты едь куда хочешь, хоть на свадьбу, хоть на похороны. Я вообще *** хочу, я туда же. Ну, я... Сам откатаю. Мне же лучше, чем будет. Успеют ли ребята в срок? Как поладят между собой Федор и Тимофей? И сможет ли троллейбусник совладать со своими эмоциями, реставрируя жемчужину советского автобусостроения ЛАЗ-695М, у которой нет электродвигателей? Скоро мы все выясним. Это ретро-бас советские автобусы. Конец первой части. Мы возвращаемся в гараж ретро-бас, частное предприятие группы энтузиастов. Миша и Гриша бросили Федора и укатили на рефики в Крым. Я в шоке. Как они могли так со мной поступить? Теперь наспех, сколоченная Федором, команда пытается успеть сделать Марусю к выставке Megacars Exhibition Worldwide Research and Spa. Неделя пролетела очень быстро, и уже завтра машину нужно везти на выставку. Но салон автобуса так и не готов. Нет, ну мы, конечно, пытались все успеть, но все тщательно. Тимофей вообще всего два раза появился, а Алексей так долго возился задней дверью, да и то ее не доделал, что, конечно, до салона мы и не дошли. И стиль работы меня, честно говоря, просто вымораживает. Ну что, придется нам в салон людей не пускать и показывать Марусю только снаружи. Ну я думаю, это надо сегодня доделать, потому что завтра будет выставка, а он просто обязан там быть. Ну, за последнюю неделю мне удалось договориться с несколькими обладателями ретро-техники. Поэтому у нас, помимо автобусов, на выставке еще будет Запорожец Ушастый, да, 968-й, и Рафик. Ну, Рафик тот же, тоже синий, да, но не тот, который в Крым уехал, но другой, в общем, синий. Ну вы поняли, короче. Покажем им кузькину мать. Это не важно для этого, а может, это лучше зрями заняться и последствовать. Короче говоря, то же самое. А что, 80 диаметр, 50 длина? Так, какие вещи лучше ей не спрашивать. Время, сяк. Слушай, а это, случайно, не та тема. Совершенно случайно. Что-то она есть, а я-то туда возьму. У нас небольшая проблемка, как обычно, да, мы тут нашли недавно такой железобетонный советский линолеум, на пол его постелили, на военном складе, на ***. Но вот, блин, кончились шурупы, так что сейчас придется за шурупами бежать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Конец второй части. Ретро-бас. Советские автобусы. Ретро-бас. Советские автобусы. Часть третья. Раннее-раннее утро. Город залит весенним солнечным светом. Мы отправляемся в путь из гаража ретро-бас. Вчера работа продолжалась далеко за полночь. Заднюю дверь так и не успели доделать, и теперь оттуда изрядно дует и пахнет тем самым выхлопом, который в детстве не раз заставлял обращаться к бумажному пакету. Федор счастлив. Он совсем не выспался, но тем не менее он ведет Марусю на выставку МЕГА ОЛД КАРС ЭКСИБИЩИН ВОРЛДВАЙД РЕСЕРЧ ЭНД СПА. Все, что нужно сегодня, это доехать вовремя и красиво разместиться на фоне исторической части города. Главное – успеть до 10 утра. После въезд на выставку будет закрыт, и все, кто опоздал, будут ждать целый год. Время нашего нового автобуса – это Маруся, львовский автобус. Мы его привезли аж из космодрома в Лисецко, в Архангельской области. Машина «Ласточка» едет, как влитая. Ни хрена не видно, правда, в зеркалах. В общем, сегодня выставка, и мы должны были сделать полностью машину к ней, но сделали только снаружи, внутри не успели. Ну, ничего страшного, покажем снаружи. Внезапно перед Федором возникает проблема. 300-литровый бензобак автобуса почти пуст. Нужно срочно заправляться. Проблемы в городе 80-го вообще нигде не найти. Вот одна из последних направок осталась. И так все заняты. Уровень топлива в этом автобусе меряется так. Берется палка, насекаются отметки, она туда вставляется, вынимается и смотрим, сколько топлива. А зачем мы не включаем? Потому что пироги. Вот уроды. А это что за прибор? Это сетка. Через нее надо лить? По идее, да. Теперь время поджимает. Федор включает пятую передачу и летит на всех парах. У него всего 40 минут. На подъезде к центру пробка. От нервов он начинает разговаривать с нашим оператором. Каждая гаечка, каждый болтик точно соответствует тому, что нарисован на чертеже заводского. Все так, как было на самом деле. Ну, во-первых, каждый этот болтик нужно искать, а бегать все магазины, а если их нет, то заказывать это в другом. А во-вторых, работа идет крайне медленно и кропотливо. За неспешными разговорами автобус быстро докатил до центра. Вот Маруся уже въезжает на территорию, отведенную под выставку. Словно слон в посудной лавке, Федор на своей Марусе протискивается к месту парковки. Да вот встали тут, понимаешь, на своих корытах. Не проехать, не пройти. Оставил машину, нам здесь не проехать, понимаешь. Стоим, но красиво, ***. Еще надо за пару раз будет сейчас перегнать. Великое творение украинского автопрома. Народи ушастый. На веслах. Так, посмотрим, что тут у нас. О, полуоборота доводится. Слишком консос сильно достал, поэтому заливать его начало. Все равно светит, как габарит. О, полуоборота доводится. Это Даня, владелец Рафика. На нем каждый день, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok. Ретро-бас. Советский автобус. Часть 4. Сегодня мы следим за тем, как команда Ретро-бас принимает участие в выставке. Три дня горожане и гости города имели уникальную возможность прикоснуться к истории. Но вот наступил вечер воскресенья, а это значит, что пришло время ехать домой. Мы пришли забирать наши машины, отвозить их в родной гараж. Как видно, 7 часов, а уже никого нет, ни одного организатора. Автобус простоял три дня. Настало время его заводить. Нет, там бенита накачена. Сейчас еще попробуем крутануть. Ты сколько, два раза крутил? Два. Я тебе реально не заводился. Я же не стал просто аккумулятор насиловать и все. Вот тоже самое было, веришь? Молотит, молотит, молотит и... На помощь Федору приехал Тимофей. Тимофей 40 лет отработал водилой. За его плечами тысячи километров за рулем. Сначала дальнобой, потом 22 маршрут через весь центр города. Сейчас Тимофей зарабатывает частным извозом. Водит нелегальную маршрутку газель. Прошел час, но завести удалось только запорожец. Есть опасность посадить аккумулятор Маруси. Федор насторожен. Если не удастся покинуть выставку своим ходом, организаторы выставят ему крупный штраф. А еще придется заказывать специальный погруз. Нет комментариев после этого всего. Федор, сажай аккумулятор. Рецепт универсальный. Качай да крути, качай да крути. Федор, а есть искра на карбюраторе? Искра есть вообще? Напряжение есть? Напряжение, искра сама по этой, ну... Неми страмблеры. Да, вот. Да, ты назвал. Сейчас он там будет смотреть. Синенькая искра. Есть, есть, стоп. Так, это есть. И это хорошо. Я просто вообще отвык... Я работаю на дизеле. Для меня либо инжектор, что такое карбюратор, я просто забыл. Синяя или желтая? Желтая. Желто-синяя такая. Должна быть синяя. Но она нормальная, она бьет, хорошо. Она бьет, хорошо. Она била вот на таком расстоянии. То есть, как бы, заряда-то есть. Так они и крутили бы аккумулятор, пока оператор съемочной группы WSV Media не подкинул идею. Еще, который я вчера... А нельзя плеснуть бензинчика? Можно. Кстати, это же и день. Господи, режиссер, вы день. Почему он не поступает, я не знаю. Вон. Вот чистый столбец. Есть такой способ. Мне деды рассказывали, что если проблемы с топливным насосом, то можно немножко бензинчику подлить в карбюратор. Тогда все сразу заведется. Вот только канистры с бензином у нас тогда с собой не было и пришлось... Ну да-да, это именно то, о чем вы подумали. Смертельный номер. И дело этого за 16 лет. Просто мне сейчас... Просто шланг должен быть... Тьфу! Гад! Длиннее, чем... Потому что по закону Архипеда... Фу! Хотя бы хоть как-то зали. Попробуем, давай, хоть это... Зали. Федор несет героически добытый бензин к мотору, чтобы напрямую залить его в карбюратор и попробовать завести. Взрывы. Взрывы. Еще? Не, пока больше... Так там надо закрыть или что? Да не надо, она... Это просто воздушная капуа. Должно быть на самом деле Это просто значит, что у нас Нет поступления топлива Мотор заводится, а это значит, что не все потеряно Остается найти причину, почему же бензин не идет в двигатель По-моему, бензонасос-то говно, у меня такое ощущение Бензонасос новый, только из магазина Причем прошлый, который тоже, с которым были те же истории Я его снял и потом проверил, он работает отлично Этот бензонасос тоже работает хорошо Вопрос где-то в другом месте В прошлый раз долго-долго можно было качать И в итоге бензин все-таки пошел Федору начинают поступать звонки от организаторов С требованием немедленно убирать свою технику с площадки Время остается все меньше Машины покидают выставку И тут тематерия осеняется Вешеным, вот-вот смотри, вот-вот-вот Видишь, как сыт? Видно, тут давление большое Надо тут смотреть Давай ему подводим по схему О, смотри, капает, есть, есть, смотри Ох ты, блин, значит, натуре, блин Не пропьешь, значит, с карбюратором что-то значит Значит, поплавок уронился Вот, пи***, карбюратор, да? Вон, смотри, капает, вон, капает, смотри, вон, 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 видишь? Значит, проблема-то С карбюратором поплавок, сука, завис Попробуй, гадерни Если нет, то надо будет разбирать бензоносол Карбюратор и смотреть, что с ним Так, если ты до конца заденешь? Да Крутни гада А на крайняк плюс карбюратор разбирать Су** Наверное, иголка запала в карбюратор Гаденыш, а Давай-давай-давай-давай-давай Давай-давай-давай Давай-давай Давай-давай, сука Е-е-е Мы это сделали Наконец-то причина ясна И к великой радости автобус заводится Спасибо Да нет уж Потому что я все время грешил на этот самый Вот, корпуратор оказывается Потому что раньше, когда я так делал У меня бензин не подходил к бензонасосу просто тупо Давай, Дана, ты вот это заглуши сейчас Я там все на место поставлю Он заведется уже, все, если пошел, все Нет, ты погазуй немножко, чтобы он нагрелся сам Да, чтобы он сразу схватился Я на место его поставлю Потому что иначе у нас этот Ты пойдешь так, сейчас воздуха хапнешь В карбюратор, он вообще сдохнет Было у меня дело Почему я сейчас заклягиваю это все Горело у меня, еду я как-то на пригороде И смотрю, что-то непонятно Сзади черный дым валит Думаю, ну валит и валит Смотрю по приборам, все нормально Вот там ладно, черный дым Думаю, ну непонятно Думаю, надо проверить Выхожу, все, двери закрыты Обосновываю Открываю капот Оба огонь просто на меня Я нафиг, все за фигня, короче Бегу, блин В кабину, хватаю Двери все открываем Народ стоит Я говорю, горим Смотрят Я говорю, горим, уходим Тут я не выдержал Режиссер, запикайте Я говорю, пи*** Тут 200 литров соляры Сейчас пи*** Что от вас останется Такого спринта Я не видел никогда В этой жизни Вот поэтому такие болты Надо закручивать Фукция Заводись 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 Не говори, что ты это все обратно откручиваешь Я это не выдержал Я что, отб*** Пу*** Подержи Слишком дорого они стоят Усталые, но довольные Участники группы Ретро Бас Покидают выставку Впереди путь домой Не, ну конечно я доволен Несмотря на то, что были определенные проблемы И салон мы не пускали на рот Все равно автобус засветили Примерное поблизити у нас есть Так что все прошло отлично Так держать А, поблизити это так об***нно В этом усталом, но чертовски довольном человеке С горящими глазами Чувствовалась великая сила Сила человека, который занят своим делом Шмейкая носом, он гордо вел свой автобус по городу Тимофей, который еще час назад глотал бензин на ветру Был весел и много шутил Оплачиваем проезд Приземеем проездные Казалось бы Для чего он и все эти люди возятся со всяким старьем? Где причина этих говорений? Может быть, в той самой загадочной русской душе? Ну вот мы и дома Наход наш, кстати Сейчас плаковаться будем Местечко у нас узенькое Поэтому будет миллиметраж Мы обязательно еще вернемся к ребятам из ретро-бас Чтобы посмотреть, как у них идут дела Следите за новостями на www.svmedia.ru www.svmedia.lifejournal.com И в нашей группе ВКонтакте До встречи! Ретро-бас Советские автобусы Редактор субтитров А.Семкин